Здравствуйте, с вами программа «Будем здоровы». Начнем мы нашу встречу с не совсем приятной статистики. Дело в том, что смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы во всем мире растет. За прошлый год, например, только в Брестской области умерло около 9600 человек. Исследования показали, что на развитие этих заболеваний влияют инфекции. Некоторые имеют наследственный или врожденный характер. Но чаще всего патологии сердечно-сосудистой системы вызываются вредными привычками и неправильным образом жизни, утверждают специалисты. А это значит, в большинстве случаев мы в силах сделать так, чтобы болезни нас миновали. Стоит только прислушаться к себе и правильным советам врача. Наше сердце, как мы говорим, бьется. Но, к сожалению, при неправильном и небережном отношении к нашему сердцу, оно может разбиться. К большому сожалению, отмечает Ирина Ивановна, пациентов с разбитыми сердцами не становится меньше. И среди них все больше молодых людей. В двух кардиологических отделениях Первой городской больнице только в прошлом году были пролечены 4100 пациентов. Из них пациенты со стабильными формами стенокардии около 1000. Около 1000 пациентов с артериальной гипертензией. Около 500 пациентов с нарушениями ритма. И около 110 пациентов с инфарктами миокарда. Чаще всего к нам поступают пациенты с ишемической болезнью сердца. Это огромная, большая группа пациентов с довольно-таки опасным заболеванием – ишемической болезнью сердца. Сюда относятся пациенты со стабильными формами стенокардии, с нестабильными формами стенокардии, пациенты с инфарктами миокарда, пациенты с нарушениями ритма, а также с застойной сердечной недостаточностью. Ишемическая болезнь сердца – одна из самых опасных патологий. Она характеризуется хроническим нарушением питания сердечной мышцы. Существуют две причины. Внутри, как можно сказать, внутри сосуда и причина извне сосуда. Внутри сосуда, что очень страшно, это развитие атеросклеротической бляшки и тромботических масс. На поврежденной внутренней стенке коронарных артерий, это артерии, которые питают саму сердечную мышцу, образуются атеросклеротические бляшки. Бляшка начинает расти. И своим объемом суживает просвет сосуда. Естественно, что через суженный сосуд протекает меньший объем крови, который необходим для питания сердечной мышцы. И причины, которые вызывают нарушение питания сердечной мышцы вне сосуда – это артериальная гипертензия и тахикардия. При возникновении болезы грудиной жгучего, давящего характера, спотливостью, судушьем, с радиацией болеев щелюсть либо в левую руку – это очень неблагоприятный симптом. При этом нужно немедленно обратиться к врачу. Но лучшим вариантом будет все-таки профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Ее эффективность тесно связана с факторами риска. На некоторые из них человек не в состоянии повлиять, а именно возраст, пол и наследственность. Но существует группа факторов, которые вполне поддаются коррекции. На первое место я бы хотела отнести дислипидемию. Как можно по-простому сказать, это нарушение жирового обмена в нашем организме. Мы все знаем, что у нас в организме есть липиды или жиры просто. Из них самые основные – это холестерин из его эфиры, триглицериды и фосфолипиды, а также переносчики этих жиров – это липопротеины. И при нарушении соотношения жиров, фракции жира, будет происходить нарушение процессов. Следующий тоже очень большой и важный – это избыточная масса тела или ожирение. Большой процент нашего населения, да и население всего мира, конечно, страдают от этой патологии. Вы только себе представьте, сколько в одном килограмме жировой ткани находится кровеносных сосудов. И с какой силой и усердием наше сердце должно проталкивать, прокачивать кровь, поэтому только одному килограмму жировой ткани. Ну, там, где один килограмм жировой ткани, там же есть один, два и три. И вот вы представьте, какая нагрузка происходит на наше сердце. Естественно, что возрастает риск возникновения сосудистой какой-то катастрофы. Кроме того, во время ожирения происходит нарушение всех обменных процессов – и жирового, и белкового, и углеводных обменов. Повышается уровень холестерина, повышается уровень глюкозы, поэтому надо худеть. Худеть, конечно, тоже нужно не резко. 5-10% в месяц от общей массы тела нужно пациенту сбрасывать. Каким же образом можно сбросить массу тела? Массу тела можно сбросить рациональным питанием и двигательной своей активностью. Кстати, малоподвижный образ жизни и нерациональное питание тоже являются существенными факторами риска. По природе своей человеку необходима физическая нагрузка, особенно тем, кто занимается интеллектуальным трудом или у кого сидячая работа. Но подбирать ее надо грамотно, с участием специалистов. Отдельные программы составляются тем, кто уже имеет заболевание сердца. Что же касается питания, то следует твердо усвоить. Есть продукты – нет, и есть продукты – да. И все знают, что относятся к продуктам – нет. Это жирные сорта мяса, это сало, это дрожжевое, это сдобное тесто, это молочные продукты с большим содержанием жира, яичные желтки, рыбная икра. Ну, жирная, жареная, острая пища. Все прекрасно мы знаем. Этим продуктам сказать – нет. И все прекрасно знают, что такое продукты – да. Это все фрукты, это все овощи, это витамины. Все даже туда, думаю, вопросов таких и не должно возникать. Соль – особый такой, наверное, фактор. Я знаю, что и должна сказать, что избыточное потребление соли – это очень вредно для пациентов, с родителями сосуистыми заболеваниями. Поэтому суточная наша, наш рацион соли должен составлять не более трех грамм. Безусловно, как и другие органы, сердечно-сосудистая система страдает от злоупотребления алкоголем и табаком. Ну, сказать так, наверное, что употреблять алкоголь вообще нельзя, я бы, наверное, не рискнула. Но по нашим всем протоколам лечения можно употреблять в сутки, мужчине и женщине, не более чем 330 грамм пива, 120 миллилитров вина, либо 30 грамм спирта. Ну, я думаю, что если наши пациенты, наше население так умеет и может такую дозу выпить, пожалуйста, я думаю, что больше не надо. Ну и, конечно же, нельзя не отметить еще одну группу риска – это люди, страдающие артериальной гипертензией. При неправильном образе жизни повышенное давление неминуемо приведет к осложнениям на сердце. У нас почему-то такая тенденция у пациента, что всем должен заниматься врач. Пациенту проще прийти к врачу и сказать «дайте мне таблетку». Но если пациент сам не захочет отказаться от алкоголя, сам не захочет отказаться от курения, не будет рационально питаться, не будет лечить артериальную гипертензию, не будет проверять свой липидный состав крови, то есть если пациент не будет стремиться устранить свои факторы риска, никакого лечения отличного, я думаю, что просто не получится. Поэтому, кроме того, что лечение медикаментозного, обязательно выполняйте рекомендации врача по здоровому образу жизни. Если вам назначили медикаментозную терапию, пожалуйста, препараты нужно принимать регулярно. Дозы препарата должны соответствовать тем, которые назначил вам врач. Никогда не нужно пропускать время приема или дозу приема. Препараты нужно всегда иметь в запасе, чтобы не паниковать, когда они у вас закончатся. И еще нужно избегать психоэмоциональных стрессов, избегать психоэмоциональных напряжений. Я, конечно, понимаю, что в наше время это сделать очень сложно, но единственное, что я просто могу посоветовать, не брать все близко к сердцу. Далее в нашей программе мы обсудим очень важную проблему подготовки детей в дошкольные учреждения. Когда ребенок отправляется в садик, это очень важное и волнительное событие как для самого малыша, так и для родителей. К сожалению, некоторые детки идут в сад с большой неохотой, а иногда со слезами и даже истерикой. Причем категорическое неприятие детсадовской среды может сохраняться на протяжении всего учебно-воспитательного процесса. Что же делать, чтобы ребенок с удовольствием шел в детский сад? Узнаем прямо сейчас. Детский сад Практически для каждого ребенка начало жизни в детском саду – это большой эмоциональный стресс. Как бы ни был хорош детский сад, все равно он в корне меняет привычную жизнь ребенка. Здесь другие люди, другие занятия, другая еда. Полностью меняется привычная жизнь ребенка. И самое главное, в детском саду нет самого близкого и родного человека. Нет мамы. Эмоциональная, физическая и психологическая зрелость ребенка наступает в возрасте 3 лет. Но у каждого ребенка это все индивидуально. Поэтому, если ваш малыш отпраздновал свой третий день рождения, это вовсе не означает его готовность к саду. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и всем известный кризис трехлетнего возраста, когда наиболее ярко проявляется детский характер. Поэтому важны не только такие аспекты, как хорошее физическое развитие, умение сосредотачиваться и играть в коллективе, но и многие другие. Прежде всего, ребенок должен уметь разговаривать. Это намного облегчит его пребывание в детском саду. Он должен уметь сказать свои страхи, обиды, свои желания. Это облегчит его общение со сверстниками и с воспитателем. Вторым немаловажным аспектом является умение отпускать маму. Также у ребенка должны быть привиты минимальные гигиенические навыки. Ребенок должен самостоятельно уметь мыть руки, пользоваться вилкой, ложкой, должен самостоятельно садиться на горшок, унитаз, пользоваться туалетной бумагой. Это тоже в значительной мере облегчит его пребывание и адаптацию в детском саду. Также ребенок должен уметь понимать и реагировать на слова «можно», «нельзя». Как бы мы не хотели вырастить свободную личность, но для жизни в социуме у ребенка должны быть определенные рамки и ограничения. Зачастую, чтобы ребенок смог отпустить маму, в первую очередь именно ей нужно научиться проводить время без малыша. Ведь очень сложно разорвать нить между матерью и ребенком, которая на протяжении трех лет связывала их друг с другом. Не нужно слишком переживать, иначе малыш ощутит вашу тревогу и неуверенность. К слову, легче всего привыкают к саду детки, родители которых твердо уверены в необходимости посещения сада. К моменту поступления ребенка в детский сад родители должны научить ребенка оставаться без мамы. Для этого подойдут различные развивающие игры с другими детьми, под присмотром бабушек, друзей, воспитателей, нянь. Ребенок должен понимать и знать, что после короткого расставания мама снова придет. Это намного облегчит его пребывание в детском саду. Ко времени, когда ребенок пойдет в сад, желательно, чтобы у него сформировалась социальная потребность в общении на познавательные темы. Следует подсказать, как надо себя вести. Пусть ребенок узнает, что может подойти к детям и поздороваться, предложить вместе поиграть. Не стоит пугать его рассказами о детском саде, о том, что его там заставят есть, заставят играть и делиться игрушками с другими детьми. У ребенка должны быть сформированы положительные эмоции и должна быть положительная реакция на детский сад, на то, что он будет там расти, развиваться, общаться с другими детьми. Желательно приучить малыша к режиму, которого придерживаются в дошкольном учреждении. Также не лишним будет узнать, какие блюда входят в меню сада и начать вводить их в рацион ребенка. Но кроме психологической проводится и медицинская подготовка, иначе говоря, профилактический осмотр. Профилактический медицинский осмотр. Данный медицинский осмотр проводится по территориальному принципу. Участковая медицинская сестра приглашает ребенка на прием к участковому врачу-педиатру. Доктор определяет необходимый объем обследований, осмотров узкими специалистами. Осмотр проводится в детской поликлинике. Запись к специалистам проводится по талонам. За талонами можно обратиться непосредственно в регистратуру, также по телефону и записаться на сайте детской поликлиники. Осмотр врачом-гинекологом проводится для детей детской поликлиники номер 1 в женской консультации номер 1, для детей детской поликлиники номер 2 в центральной поликлинике. Осмотр врачом-стоматологом проводится в стоматологической поликлинике. После прохождения медицинского осмотра все данные заносятся в медицинскую карточку у ребенка. Также выписывается медицинская справка о состоянии ребенка и выдается на руки родителям. Только после предоставления такой справки ребенок может быть принят в дошкольные учреждения. Однако не стоит забывать, что помогая ребенку адаптироваться к детскому саду, важно, чтобы и дома была доброжелательная атмосфера. Дорогие родители, не пожалейте времени на то, чтобы подготовить ребенка к детскому саду. От успешного пребывания малыша в дошкольном детском учреждении будет зависеть и его дальнейшая социализация. Мы продолжаем программу и обсудим еще одну важную проблему – мешки под глазами. Почему они могут появиться и как от них можно избавиться? Кстати, этот вопрос актуален не только для женщин. Можно быть выспавшимся и отдохнувшим, но если у человека мешки под глазами, он все равно будет выглядеть не очень хорошо. Казалось бы, проблема несерьезная, ведь ничего не болит. Однако жить с ней как минимум неприятно, а как максимум она может сигнализировать о существенных неполадках в здоровье. Так отчего же появляются грыжи нижнего века? Мешки под глазами обусловлены, скажем так, слабостью мышцы, круговой мышцы глаза, когда она начинает ослабевать, и внутренние грыжи, которые есть и в норме у всех, но, скажем так, при наличии мешков под глазами, они начинают выпячиваться вперед. И таким образом подмышцы, вот эти жировые тельца начинают создавать видимость такого отека или мешка. Неправильное использование кремов и декоративной косметики тоже одна из причин появления мешков под глазами. Однако она стоит далеко не на первом месте. Зачастую это сигнализирует о проблемах внутренних органов. Что еще может приводить? Органы кровообращения, такая как хроническая сердечная недостаточность у пациентов встречается довольно нечасто, но это объективно все хорошо видно. Может быть заболевание почек. Мы в этой ситуации проводим дифференциальную диагностику, либо сравнение, ну как алгоритм, сравнительный анализ по заболеваниям. Независимо от причины, генетическое или возрастное длительно существующие мешки под глазами, зачастую приводит к постепенному усилению в пигментации нижних век. Она визуально усугубляется тенью от самих мешков, приводя к появлению темных кругов вокруг глаз. Потому многие начинают спасаться самолечением, примочками и кремами. Однако врачи предостерегают, это уже не поможет. Первое, что надо сделать, записаться к терапевту. Если человек не обследован год и больше, то он непосредственно должен обязательно появиться у участкового терапевта. То есть общеклинические анализы каждый год проводятся каждому пациенту участка. То есть это общий анализ крови, мочи. Если там все нормально, если пациент не предъявляет никаких жалоб, то почему бы это не является патологией именно косметической. Недосып, неправильный образ жизни и нездоровое питание, а также злоупотребление алкоголем. Все это тоже провоцирует появление грыж нижних век. Однако, по мнению экспертов, самая распространенная причина – естественный процесс старения. Кожа вокруг глаз теряет эластичность. Это и позволяет формироваться тому, что называют мешками. В категорию риска входят пациенты после 30-ти. Причем не только женщины. Мужчины тоже этому подвержены. И бывает даже чаще подвержены этим мешкам, чем женщины. Потому как мужчины реже ведут здоровый образ жизни и, скажем, реже следят за собой, реже посещают косметолога. Поэтому проблема такая у мужчин существует в равной степени, а то и больше. Зачастую единственный способ избавиться от мешков – это только хирургический метод. Но многие пациенты откладывают операцию до последнего. Движет ими страх. Так было и с брещанкой Ириной, которая была прооперирована день назад. Усталость, стрессы, недосып. Все отражается на лице, поэтому долго думала, пока решилась. Вот через два года я пришла все-таки на операцию. Потому что эту проблему уже другим способом не решить. Конечно, был страх, как у всех перед операцией. После наркоза не было осложнений, то есть операция проходит быстро. Во время наркоза пациент находится в глубоком сне, а хирург проводит манипуляции, которые помогут навсегда забыть об этой проблеме. Рассекается кожа, расслаивается круговая мышца и частично резектируются вот эти жировые тельца. Уже пройдя длинный путь от болезни к выздоровлению, пациентка Ирина точно знает, что народными методами и советами на форумах тут точно не помочь. Самолечение дает только кратковременный результат. Конечно, надо идти консультироваться с врачами по этим вопросам. Если в моем случае это возрастное, у некоторых бывают и физиологические такие ситуации. Поэтому обязательно нужно обращаться к врачам, а не заниматься самолечением. Мешки под глазами – не лучшие украшения для любого человека. Наша красота в наших собственных руках и в руках тех специалистов, которые помогут сделать глаза красивыми и счастливыми. На этом мы завершаем нашу программу «Оберегите и приумножайте свое здоровье и красоту». Ну и, конечно же, смотрите нас на trkobres.by. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!